Приветствую, дорогие друзья! Почему не здравствуйте? Ну, потому что мы утром встречались, я с вами сделал вот эту картинку и уже получаю первые отзывы. Но, вы знаете, осталось время, часа четыре, и, так всегда, на черном сделал, хочется на белом. Так же, как сладкого поел, на такие слова, давай, или с альюдом. Так же и здесь время осталось, почему бы его не использовать, и я решил сделать такой солнечный натюрморт. Тут двояко, то есть, с одной стороны, мне хочется с светлым ключей работать, с лапшой, а с другой стороны, мы говорили, ну вот как так, получается, что вот солнце светит, все красиво, все хорошо. Ну, секретом заключается в том, что, во-первых, белый фон, кстати, надо его сейчас подновить, потому что он загрязнился уже, давно хотел, а во-вторых, четкие тени, вот это и дает. Ну, вы сейчас это увидите, поэтому давайте без лишних разговоров начинаем. И начинаем с покраски. Ну, во-первых, у меня, видите, вместо краски, это форлак экспресс, то есть, это то, что, это грунтовку, по сути дела, это не краска, но она абсолютно белая и матовая, это то, что нам и нужно. Так, высушиваем кисть, так, и вот макаем чуть-чуть. И этот метод называется метод «сухая кисть», то есть, мы практически не красим, а так наносим такие штрихи почти сухой кистью. Там, где надо посильнее, ну, сделаем посильнее. Там, где пятна у нас сильные. Главное, чтобы у нас все-таки проглядывала текстура дерева. Этим самым мы подчеркиваем, что это вот был садовый стол какой-то, и на этом садовом столе мы решили выйти в сад, да, и покушать. Отсюда у нас вот эти трещины, вот эти вот, и проглядывают всякие разные пятна, которые я сейчас постараюсь немножечко заретушировать. Потому что пятнушки – это одно, а клякции грязи – это другое. И еще я хочу сделать опять имитацию деревьев, которые сзади растут. У меня была, это уже где-то вырезанная из картона, но, вы знаете, это дело такое – картон все мнется, все рано-поздно куда-то девается, и при переезде, наверное, я выпросил. Поэтому буду сейчас вот из пенопласта резать тонко. Он легко режется, тоже дешевый, совсем дешевый даже, чем бумага. И поэтому мы сейчас на нем это все сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Готово! Вот такая заросель, порсель. Так, теперь положу сюда подновленные наши туски. Так. Вот так. Вот. Шею можно хватить. Вот так они смотрятся уже. Вот так и ничего. Так. Сюда. Так. А наш лис повесим мы вот сюда. Ну, надо сказать, что все. Так. Стол вплотную. Пока два источника света. Один сверху будет у нас общий давать. И вот сзади стоит бюстидич. Жесткий свет, который должен дать сюда тень. Смотрим. Сейчас проверим. Как будет работать. После некоторых раздумий я решил заменить тарелку. Обычно с олтбоксом. Только убрал все диффузоры, чтобы свет был жесткий. Я намеренно пока не крашу это в черный. Можно было в черный покрасить. Тогда тени были бы жестче. Я думаю. А так, как бы они сами себя освечивают. И поэтому я думаю сейчас будет нормально. Сейчас мы сфотографируем с вами. Так. Вот. Вот. Пока фотографируем только доски. Вот так. Так у нас должно быть. О, прекрасно, ребята. Смотрите, какой хороший, чудный рисуночек деревянный такой получился. Угу. 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 Так. А что если сейчас подключить еще? Верхний убьет он их или нет? Посмотрим. Нежелательно, конечно. Он это убивал. Но все равно нам нужно мне верхний свет будет. Так. Было. Стало? Да нет. В общем-то он не убил. Тем более, что если мы его подвинем сюда подальше, то есть сохраним. О. Сохраним здесь этот рисунок. А там где будет стоять у меня тарелка, я хочу поставить этот салтбокс. Так. Октабокс сверху. Можно любым салтбоксом заменить. Не проблема. Так. Фотографируем еще раз. Ну вот. Вот. То, что и нам нужно было. Хорошо. Оттуда идет свет. Я добавлю. Теперь надо что-то макаронное такое изобразить. Сейчас подумаем. Вот так выглядит наш натюрмортик. Там эти деревья. То есть у меня три источника света. Еще раз повторяю. Сзади салтбокс без диффузоров. Здесь у меня верхний свет. И еще добавляет сюда тени и освещение. Вот этот тубус. В общем-то схема трепенька несложная. Но эффект должен быть хороший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, дорогие друзья, это вот те картинки, которые удалось выжить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, наверное, я сейчас уже теперь попрощаюсь с вами точно до пятницы. Всего вам доброго, друзья. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА